Каждый профессионал, и я не хотел бы на себя возлагать такие определения. Я просто хочу сказать следующее. Сто лет назад, когда появилось кино, оказалось, что ворит театр. Он выжил. Сейчас у нас появился интернет, и есть ощущение, что ворит кино. Но кино выжил, потому что это участие, совместный просмотр, это не то же самое, что просмотр один в один. И интенсивность реакции возрастает. Интенсивность реакции в зале, где сидит 100 человек, не равна интенсивности там, где сидит 1000. Смешно становится смешнее, грустнее и грустнее. Ну, как бы, в этом фишке. Вот эта лекция, которая сейчас происходит, если бы все то же самое происходило на кухне, мы сидели бы лицом к лицу, она, я не знаю, как она сейчас там получается, это наш диалог, да? Но если она скучная, она была бы терпимей. Если она интересная, то была бы менее интересная. Потому что интенсивность общения была бы другая. Вы сейчас в аудитории, и вы за счет своего внимания повышаете мое артериальное давление, да, и так далее. Мешаете мне и помогаете одновременно. Поэтому от аудитории живой мы никуда не денемся. Другое дело, что интернет деперсонализированный, он, конечно, влияет на восприятие информации. Но я думал, что пока нету формы. Вот ребята сказали о том, что не так важно, как это снято. Ведь это действительно так. То есть, чем более документально, тем парадоксальным образом бывает востребованным. Чем неопрятнее, чем хуже. Ну, в кавычках хуже, да. Вот. Это очень же интересный феномен. Потому что люди идут вот к такого рода информации за реальностью. Больше, чем за художественной историей. И это... Ну, вот я вам скажу, что мы сейчас готовим новый проект. Мы с директором нашей компании обсуждаем, как сделать так, чтобы раз в неделю, где-то там в Инстаграме, значит, в Ютубе появлялась какая-то видимость и так далее. То есть, мы постоянно об этом думаем, потому что это уже реальность. И от этого не уйти. И для того, чтобы продвигать то, что ты делаешь, тебе приходится... Ты вынужден, значит, все время подбрасывать какую-то топку информационную, значит, какую-то свежую и душу. Вот. Брасывать. Хотя мог бы заняться линией, значит, персонажей. Но надо, чтобы этот огонь горел. Но я это все говорю к тому, что эта сфера, мы только подступаем, мне кажется, к тому, что можно сделать в короткометражных жанрах с помощью Ютуба с этой аудиторией. Это не исследованная террорин «Огнета». И мне кажется, что если все присутствующие здесь, значит, искренне попробуют что-то сделать, то на пространстве Российской Федерации произойдет взрыв, креативный взрыв. Потому что там не исследованная земля. Ее можно сейчас легко брать, завоевывать, отжимать тех, кто там есть, блокировать их на их базах. Ну, вот, недавно такая акция была проведена. И голосование «Кто лучше?» Вот. Это я брежу, вы меня простите, но я к тому, что очень здорово, что это все происходит. Нам надо куда-то туда двигаться, как по крайней мере. Вот у меня такие ощущения. Спасибо за ваш ответ.